30 октября 1983 года. Центральная Атлантика. На тяжелом авианесущем крейсере «Новороссийск» приняли сигнал бедствия. У берегов Западной Сахары пираты обстреляли из пулеметов советские рыболовные травы. Были ранены. Там постоянно в те времена находилась большая рыболовецкая флотилия наша, которая ловила рыбом. По приказу главного штаба военно-морского флота крейсер немедленно направился на помощь рыбакам. В воздух с его взлетной палубы были подняты дежурные штурмовики и вертолеты. Приходу брошенных моряков, они доложили, что атаковали неопознанные катера. Но самое главное, что психологическое значение имело то, что они прошли, показали каждую звезды нашим морякам и поддержали их морально. После этого конфликта атаки пиратов на советские рыболовные суда прекратились. Крейсер «Новороссийск» продолжил свой поход. Уже более 40 лет авианесущие корабли несут службу в составе отечественного военно-морского флота, выполняя самые разные по сложности задачи. Россия входит в девятку стран мира, имеющих на вооружении своего флота авианосцы. Интересно, что первое предложение разместить авиацию на корабле почти 100 лет назад выдвинул российский морской офицер Лев Мациевич. Но уже через год в Америке впервые взлетел самолет с крейсера «Бирминген». Так началась эра авианосного флота, в которой отечественному ВМФ долгое время приходилось оставаться в тени. Сегодня Исполины, подобные тяжелому авианесущему крейсеру, адмирал флота Советского Союза «Кузнецов», способны наносить ракетные и авиационные удары по любому противнику на море и на суше. О ранее неизвестных и секретных страницах из истории создания отечественных авианосцев впервые расскажет наш фильм «Сегодня». Повелитель океана. 1937 год. В Советском Союзе полным ходом продолжалась индустриализация. Тогда, по количеству крупных кораблей, СССР уступал государством агрессивной оси Берлин-Рим-Токио в четыре раза. Для обороны страны была подготовлена первая десятилетняя программа военного судостроения. Чтобы создать большой флот, требовалось построить полторы тысячи боевых кораблей. При этом не исключалась и иностранная помощь. Секретно. 18 ноября 1937 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК ВКПБ Иосифу Сталину. В ходе переговоров о приобретении чертежей и оборудования для постройки двух линейных кораблей с американской фирмой «Джипс-Анкокс» ее президент, господин Джипс, неожиданно выдвинул встречное предложение. Он готов построить для Советского Союза комбинированный линкор-авианосец с водоизмещением от 44 до 72 тысяч тонн с орудиями калибра 406 и 457 миллиметров. Заместитель председателя Совета народных комиссаров СССР Анастас Микоян. К тому времени в Соединенных Штатах вводили в строй сразу 8 авианосцев. Подобные корабли создавались и в Англии, и Франции, но опережало другие страны Японии. В стране восходящего солнца строились 10 авианосцев, в том числе 6 тяжелых. Мы, главное, планировали противника разбить на минно-артиллерийской позиции. Вот это вот старые взгляды еще с Первой мировой войны. Сталин отклонил предложение о строительстве линкора-авианосца. Чтобы защитить Советский Союз от возможных атак японского и германского флотов, в первую очередь нужны были артиллерийские линкоры. Строить их планировалось по иностранным чертежам только на территории СССР. В десятилетнюю программу не были включены и первые авианосцы отечественных проектов. Еще в годы Первой мировой войны на Балтике и в Черном море успешно воевали 5 гидроавиатранспортов, переоборудованных из крейсеров и пароходов. Мало кто знает, что и во время Гражданской войны в составе Волжской флотилии действовали 4 импровизированных авианосца. Созданные на базе нефтеналивных барж, каждый из них нес до 10 аэропланов. В межвоенный период в Советском Союзе под авианосцы предлагалось модернизировать учебные суда и крейсеры. Но дальше чертежной доски дело не пошло. В ходе Второй мировой войны стало окончательно ясно, что в будущих морских сражениях авиации будет отведена особая роль. В январе 43-го нарком ВМФ Николай Кузнецов принял самостоятельное решение. Он утвердил задание на проектирование классических авианосцев по премьеру США, где их количество достигло почти сотни единиц. А уже в ноябре 1944 года в Ленинградском ЦКБ-17, впоследствии переименованном Невское ПКБ, была завершена разработка первого проекта авианосца на 62 самолета. К концу войны у Николая Кузнецова были подготовлены документы на создание уже 4 типов авианосцев. Их достоинства были очевидны. Они обеспечивали соединением боевых кораблей надежную защиту от воздушных и морских ударов противника. Предложения моряков легли в основу первой послевоенной программы военного судостроения. Но Сталин вновь их отклонил, отдав предпочтение линкорам и крейсерам. Линкоры и крейсера были кораблями Первой мировой войны, когда они решали. Когда авиация не имела такой силы. Но, к сожалению, военно-политическое руководство того времени недооценивало значение авианосцев. На долгих 7 лет слово «авианосец» было предано забвению. И только перед смертью Сталина Николай Кузнецов вновь решился поднять этот вопрос. На его взгляды повлиял опыт применения американских плавучих аэродромов в Корейской войне. Там палубная авиация успешно прикрывала стратегические бомбардировщики при налетах на цели. К концу 1955-го эскизный проект первого легкого авианосца ПВО был готов. Он впервые обеспечивал базирование 40-ка истребителей МиГ-19 и двух вертолетов. Но вскоре Кузнецова отстранили от руководства флотом. И дальнейшие работы по кораблю были свернуты. Николай Герасимович так и не увидел свое детище. Новый глава страны Никита Крущев взял курс на развитие ракетной техники и сокращение вооруженных сил. Это время хорошо запомнил главный конструктор тяжелого авианесущего крейсера адмирал флота Советского Союза Кузнецов, а тогда лишь старшеклассник Кирилл Загородный. Отец работал в военно-медицинской академии. То я прекрасно помню обстановку, когда зашел разговор о сокращении миллиона 200 тысяч. То есть трагедию тех людей, ну, проблемы те. Я помню, увольнение в запас людей, еще способных послужить. И восторги по поводу появления полковников-слесарей. Под нож реформ попали не только офицеры, но и самолеты, артиллерия и корабли. В позиции руководителя страны, новый главком ВМФ Сергей Гошков, противостоять не решился. Слово «авианосец» стало нарицательным. Главком ставил задачу, это как раз исходило из политики, исходило из того, что нам не нужны авианосцы, как оружие агрессии. В конце 50-х годов, в рамках стратегии массированного возмездия, США увеличили количество целей для уничтожения на территории СССР в 2,5 раза. Под удары 500 авиационных и морских носителей ядерного оружия попадали сразу все 8 тысяч советских населенных пунктов. И главком ВМФ Сергей Гошков срочно утвердил Невскому ПКВ задание на проектирование противолодочного корабля с групповым базированием вертолета. Ожидалось, что его поисковые возможности будут в несколько раз выше, чем у других сил. Одновременно для воздушного прикрытия кораблей конструкторы разработали предэскизный проект легкого авианосца ПВО. Интересно, что они не захотели нарушить запрет на термин «авианосец» и зашифровали его под плавучую базу истребительной авиации. Но в 60-м году, когда бумаги получили в Главном управлении кораблестроения, оттуда последовал ответ, составленный в духе времени. Получили отрицательное заключение, что применение истребительной авиации для обеспечения ПВО корабельных соединений в океане нерационально, не оправдывает значительных материальных средств. Эта задача будет решаться зенитными ракетными комплексами. В январе 1962 года проект вертолета-носца с шифром 1123 был утвержден. Его главным конструктором стал Александр Савичев. На тот момент США располагали уже 20-ю новыми авианесущими кораблями, в том числе первым атомным авианосцем. Они могли доставить границам СССР полторы тысячи авиационных носителей ядерного оружия. Вице-адмирал Мартин, командовавший 6-м американским флотом, откровенно признавал цели и задачи своего флота. 6-й флот, говорил он, должен быть готов реагировать на неожиданные ситуации в соответствии с высшими инструкциями. Эта реакция может охватывать все, от чисто военной демонстрации силы до высадки десантов. Там, где рвались империалистические цепи, где поднимались народы за свою свободу, немедленно появлялись корабли и морская пехота 6-го флота. И все-таки в условиях противостояния внутри страны советским конструкторам удалось создать первый вертолетоносец водоизмещением 15 тысяч тонн. В отличие от американских аналогов, предназначавшихся только для высадки десанта, его главной задачей была борьба с ракетными подлодками ВМС НАТО. Для этого корабль впервые обеспечивал базирование эскадрильи специальных противолодочных вертолетов Ка-25, а также имел уникальный зенитно-ракетный комплекс ПВО. Это мощная система была именно противолодочная, которая позволяла иметь длинную руку, а это 120-150 километров. Такой корабль, в соединении кораблей, который выполняет задачу по поиску, слежению, освежению подводных лодок, это было бесценное кладезь информации. В январе 1965-го первый советский вертолётоносец, названный противолодочным крейсером «Москва», был спущен на воду. В следующем году в акватории Черноморского судостроительного завода в Николаеве появился второй корабль «Ленинград», а к закладке стали готовить третий «Киев». Противолодочные крейсеры открыли первый этап создания советского авианосного флота. Но их строительство было прервано. 1966 год. После выхода Франции из военной организации НАТО президент Шарль де Гольд посетил Москву. Но надежды на разрядку международной напряжённости не оправдались. Летом в США начались испытания новой ракеты морского базирования «Посейдон-С-3». Десять разделяющихся ядерных боеголовок имели увеличенную дальность полёта до 5000 километров. Запуская их из Атлантики, только один американский подводный ракетоносец типа «Лафаэт» мог уничтожить советские населённые пункты на площади 160 тысяч квадратных километров. Такие субмарины сразу окрестили убийцами городов. Была постановка на боевое дежурство уже, так сказать, вот боевых ракет. И в этом смысле они шли впереди нас. Первым из вертолёта носцев на поиск подгодных субмарин НАТО был направлен новый противолодочный крейсер «Москва». Совместно с гидросамолётами Бе-12 вертолётоносец нашёл и не упускал американскую субмарину более 10 часов. «Москва стала выходить с вертолётами, а не с ВГСами, как говорится. Подтверждали эти контакты. И по 2-3 контакта примерно в месяц». Стало понятно, что Средиземное море перестало принадлежать только флотам стран блока НАТО. Но в открытом океане ситуация складывалась иначе. Там для поиска субмарин крейсером типа «Москва» требовалось гораздо больше количества вертолётов. А для их размещения кораблю просто не хватало длины. Кроме того, районы патрулирования американских подлодок прикрывали 17 многоцелевых авианосцев. И приблизиться к ним не позволяла палубная авиация. Для борьбы с такими целями советский ВМФ нуждался в принципиально ином авианесущем корабле с крылатыми ракетами и самолётами. 9 июля 1967 года в Домодедово состоялось грандиозное авиашоу в честь 50-летия Октябрьской революции. КБ Александра Яковлева представила на нём первый в мире самолёт с вертикальным взлётом Як-36. В условиях ядерной войны он мог бы взлетать с уцелевших коротких участков аэродромов. Удивительно, но командованию ВВС он не понравился. Судьбу Як-36 решила неформальная встреча Александра Яковлева с новым министром обороны Андреем Гречиком. Встретился в санатории Александр Сергеевич с министром обороны. Потом быстро родилась записка Брежневу. Ну и начали двигать неожиданности для военных моряков. Решили, что надо делать крейсер, авианесущий крейсер, на котором будут базироваться Як-36. Предложение Яковлева активно поддержал секретарь ЦК КПСС по оборонным вопросам Дмитрий Устинов. Под этот модернизированный самолёт-штурмовик Як-38 в Невском КБ создали проект нового авианесущего крейсера. Кроме того, по традиции на корабле разместили и два десятка вертолётов. Его главным конструктором назначили Аркадзия Маринича. Для меня были легендарными личности главного конструктора Савичева, который начинал авианесущие направления в нашей стране Маринич, который также был у истоков авианесущего направления. Строить крупные авианесущие корабли в Советском Союзе могли только на Черноморском заводе. Под них там стоял единственный стапель. Чтобы освободить его под новые крейсеры, пришлось отменить закладку третьего вертолёта-носца. Его наименование «Киев» передали головному авианосцу проекта 1143, строительство которого началось в июле 1970 года. Имея в составе вооружения восемь пусковых установок противокорабельных ракет и полк летательных аппаратов, этот уникальный крейсер впервые мог вести успешную борьбу не только с субмаринами, но и с надводными кораблями НАТО. Командный комплекс управления корабля обеспечивает централизованное автоматизированное управление разнородными силами корабельного соединения, своей авиацией, всеми видами вооружения корабля, техническими средствами и борьбой за живучесть. Кроме того, он был способен прикрывать развертывание в океане подлодок со стратегическими ракетами. Они уже имели поисковые возможности против подводных лодок больше. Я проводил специальное учение на авианосце Киев по максимальному достижению результата взлетов и выполнению задач самолетами. И мы к сотне приближались за световой день к сотне самолетов вылетов. Корабли типа Киев, позже классифицированные как тяжелые авианесущие крейсеры, произвели революцию в советском БМФ. Они открыли второй этап в развитии авианосного флота и проложили дорогу к полноценным авианосцам. Не случайно главному конструктору корабля Аркадию Мариничу было присвоено звание Героя социалистического труда. Первенец Киев водоизмещением в 41 тысячу тонн поражал своими размерами. На корабле насчитывалось 27 этажей палуб, на которых размещались около 4000 помещений, включая 50 душевых кабин и 6 кают-компаний и столовых. Для обеспечения крейсера потребовалось 12 километров различных трубопроводов и 138 километров электрокабелей. Офицеры корабля подсчитали, чтобы обойти такой гигант по 6-ти километровым коридорам и побывать в каждом помещении хотя бы по минуте надо было потратить более двух с половиной суток. Крейсер строили 169 министерств и ведомств Советского Союза. В начале 70-х годов США выбрали принципиально новый курс в строительстве авианосцев. Отныне все они должны были быть атомными, что позволяло достигать неограниченной дальности и в несколько раз увеличивало ударные возможности. Американский ВМС заложили серию из 10 кораблей типа «Немец». Каждый из атомных гигантов под измещением до 100 тысяч тонн был способен нести на борту до 90 летательных аппаратов. Эта воздушная армада могла доставить к целям 144 ядерных боеприпасов. Чтобы нейтрализовать американскую программу, главком ВМФ Сергей Горшков утвердил задание Невскому ПКБ на создание первого советского атомного авианосца проекта 1160. Главным конструктором был утвержден Аркадий Морин. В 73-м году предложение о расходах на строительство первых трех таких кораблей водоизмещением по 80 тысяч тонн с 70 самолетами он докладывал министру обороны Андрею Гречко. Когда Гречко услышал 5,5 миллиардов он так помешивал в стакане чай с лимоном и сказал 5,5 невелики расходы у нас другие программы больше требуют Леонид нас понимает я думаю что вопроса не будет и подписал бумагу. Министр обороны оказался прав глава страны Леонид Брежнев утвердил предложение военных но тут в дело вмешался секретарь ЦК КПСС по обороне Дмитрий Устинов. Устинов значит дал поручение по линии аппарата ЦК разобраться и выступил с другим предложением авианосца не строить а продолжать строительство кораблей типа Киев самолетом вертикального взлота. К этому времени в Николаеве строился уже второй авианесущий крейсер этого типа Минск вскоре на стапеле был заложен и третий подобный корабль Несмотря на решение Устинова Брежнев настоял на реализации уникального предложения военных и в апреле 76 правительство все-таки приняло постановление о создании атомных авианосцев нового проекта Позиция министра обороны Гречко и главкома ВМФ Горшкова победила Тем не менее довести задуманные до конца не удалось За 4 дня до выхода постановления Андрей Гречко скончался Через 4 месяца умер и поддерживавший его министр судостроительной промышленности Борис Бутома Несмотря на то что будущий атомный авианосец отличался меньшим водоизмещением и количеством самолетов новый министр обороны Дмитрий Устинов его проектирование прекратил Он считал что американцев нам не догнать корабельных самолетов сравнимо с американскими нам не создать а мы должны их обогнать на альтернативное направление После Аркадия Маринича главным конструктором авианосной тематики в Невском ПКБ стал Василий Аникиев Туда он пришел из Северного конструкторского бюро где проектировал большой противолодочный корабль и эсминец Они Киеву поручили работать над третьим и четвертым авианесущими крейсерами типа Киев Противоречия возникавшие при создании отечественного авианосного флота отразились и на названиях кораблей Так третий крейсер сначала унаследовал имя легендарного лидера эсминцев Харьков Затем по политическим мотивам его переименовали в Баку Но в 1978 году в журнале Новый мир вышли в свет фронтовые мемуары Леонида Малая Земля Чтобы не расстраивать больного генсека сворачиванием работ по атомному авианосцу Дмитрий Устинов решил вновь переименовать третий крейсер Он был назван Новороссийск в честь города за который сражался Леонид Ильич Январь 1979 года с падением режима Шаха в Иране США потеряли свое влияние в регионе Чтобы контролировать ситуацию они сосредоточили в Персидском заливе мощные авианосные группировки В этот период в Советском Союзе уже велось строительство четвертого авианесущего крейсера Как и предшественники он позже был переименован и назван адмирал флота Советского Союза Горшков Корабль имел увеличенное водоизмещение что позволило разместить на нем в полтора раза больше пусковых установок крылатых ракет 12 На Горшкове должны были базироваться и новые сверхзвуковые истребители с укороченным взлетом и посадкой Он имел мощное более мощное ударное оружие носовой части это характерно для нас как крейсера и его разрабатывали под самолет Як-41 истребитель В том же 79-м году главком ВМФ утвердил задание Невскому ПКБ на проектирование пятого авианесущего корабля Впоследствии ему присвоят наименование адмирал флота Советского Союза Кузнецов Но испытания нового яка затягивались и тогда военные моряки отдали предпочтение перспективным истребителям Су-27 и МиГ-29 с обычным взлетом и посадкой Для них главному конструктору Василию Аникиеву к тому времени ставшему героем социалистического труда пришлось установить на авианосцы трамплин Но и это не помогло У создателей корабля появился новый оппонент в лице замначальника генштаба адмирала Николая Амелько Он поддержал альтернативный проект вертолета-носца Халзан Была такая идея что у нас строятся разрабатываемые на юге и в Черноморском судопроекте суда контейнеровозы и на их базе мы быстро построим очень большое количество оснащенных 36-28 вертолетами противолодочными много несколько кораблей По постановлению правительства была подготовлена необходимая документация для строительства Халзана Судьба будущего крейсера Кузнецов оказалась на волоске В начале 80-х при поддержке движения Солидарность в Польше начались антиправительственные выступления Вследствие этого вооруженные силы Варшавского договора провели у польских границ ряд маневров Самыми грандиозными из них были учения Запад-81 На Балтике в них приняли участие крейсеры Ленинград и Киев которые получили высокую оценку от министра обороны Дмитрия Устинова Ему доложили что вот вы знаете сейчас бы нам как раз и надо реализовать тот 11-43-5 тем более что благодаря опыту уже и фирмы Микояна и сухого штурмовиков в Афганистане есть хорошие проработки и есть уверенность в том что может появиться и корабельный самолет обычного назовем так обычного взлета только с трамплином с укороченным взлетом Устинов одобрил создание пятого авианесущего крейсера и разрешил увеличить его водоизмещение до 55 тысяч штук спустя год главком ВМФ Сергей Горшков и новый министр судостроительной промышленности Михаил Егоров убедили главу Министерства обороны отказаться от вертолетоносца Халзан обратились к Пустинову с критикой этого вертолетоносца что этот корабль не обладает боевой живучестью это пустая трата денег это только удовлетворение амбиций Америка чтобы не вступать в борьбу с генеральным штабом конструкторы и военные моряки пошли на хитрость в постановлении правительства крейсер Кузнецов был осознанно обозначен индексом как если бы он являлся продолжением разработок кораблей типа Горшков авианосец Кузнецов официально заложили на заводе в Николаеве 1 сентября 1982 года позже умышленную ошибку с номером проекта исправили его создание стало прорывом в отечественном кораблестроении он открыл третий качественно новый этап развития авианосного флота строительство полноценного советского авианосца сразу заметили на западе строго конфиденциально 30 марта 1983 года Вашингтон министру обороны США Каспару Уэнбергю В СССР начато строительство 5-го авианосца класса Крепс в отличие от предыдущих он будет нести корабельные истребители с обычным взлетом и посадкой Нами организована серия газетных и журнальных публикаций с показом якобы ошибочности такого подхода отказа от атомных супергигантов типа Нимит и даже полном прекращении строительства авианосца Директор ЦРУ Уильям Кейси В 1984 году ушел из жизни министр обороны Дмитрий Устинов Перед уходом на пенсию главкому ВМФ Сергею Горшкову удалось добиться решения правительства о создании еще одного однотипного с Кузнецовым авианесущего крейсера «Варяг» и начале проектирования принципиально нового корабля Шестой авианосец «Варяг» стал детищем главного конструктора Павла Соколова Это корабль строился быстро и в 88-м году вот спустя три года он был спущен тоже в декабре месяце 88-го года Седьмой крейсер «Ульяновск» вновь планировалось оснастить ядерной энергетической установкой Его поручили везти Льву-Белову К этому времени советский флот уже получил опыт эксплуатации надводных атомоходов Атомный авианосец Ульяновск заложили в Николаеве в 88-м году Проект этого корабля отличался революционными решениями Он впервые должен был иметь водоизмещение 75 тысяч тонн и самую мощную в мире ядерную энергетическую установку на 1200 мегаватт Это позволяло кораблю иметь две катапульты и в полтора раза больше летательных аппаратов 70 включая самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и наведения Боевую устойчивость Ульяновска помимо сверхзвуковых крылатых ракет дополняла бы броня Наличие вот такого симбиоза авиации и ударного оружия делает этот корабль в значительной степени более вооруженным более опасным 1 ноября 1989 года состоялось историческое событие после 20 лет борьбы за полноценный хотя и не атомный авианосец была открыта боевая летопись отечественной корабельной авиации летчики-испытатели на самолетах Су-27 МиГ-29 и Су-25 впервые осуществили посадку на крейсер Адмирал Кузнецов Через год корабль вошел в состав военно-морского флота и стал флагманом среди 7 авианесущих крейсеров Февраль 1991 года боевые действия коалиционной группировки во главе с США завершились разгромом иракских войск Успеху операции «Буря в пустыне» во многом способствовали удары палубной авиации А в СССР назревал так называемый парад суверенитетов союзных республик Он начался в сентябре 91-го с дележа союзной собственности в Прибалтике Уже через месяц в эпицентре событий оказался Черноморский флот Украина как ни странно но наверное из всех республик с которыми мы расходились размежевались она вела себя по отношению к нам наиболее агрессивно единственный путь решения всех вопросов силовой захват нашей собственности 5 декабря Украина заявила о выходе из состава Советского Союза сегодня наконец мы можем сказать что свершилась вековая мечта украинского народа теперь мы свободны нам гражданам свободной Украины принадлежит это море это солнце и это благословенная земля желающие принять украинскую присягу выйти из строя остальные айда за мной затем вооруженным путем был захвачен ряд военных объектов в том числе единственный в СССР наземный испытательный и учебно-тренировочный комплекс для подготовки корабельных летчиков НИТК и тогда я понял что если только значит не увезти Кузнецов то значит его постигнет та же роль значит что постигла многие наши объекты но корабль так сказать под вот под такую угрозу ставить нельзя строил этот корабль если бы его строили хоть украинцы а его строил весь Советский Союз более двух тысяч предприятий и организаций всякие главком ВМФ Владимир Чернавин решил воспользоваться тем что на декабрь 91-го года был намечен выход крейсера Кузнецов на очередные испытания я опять же таки командующему флотом Хронополу поставил задачу значит дать заявку на проход проливов в Турцию мы не можем сами проходить явочным порядком но сделать это так чтобы как можно меньше людей об этом знало вот и фактически готовя корабль к выходу на испытания подготовить его к переходу на Северный флот о том что крейсер Кузнецов покинул Черное море украинское руководство узнало лишь когда тот прошел Турецкие проливы вскоре авианосец прибыл к месту постоянного базирования Североморска авианесущий крейсер это универсальная и самая мощная на сегодня система морского оружия его 40 истребителей могут отразить удар сразу двух авианосцев противника то есть уничтожить более 100 воздушных целей в радиусе 500 километров чтобы потопить крупную морскую цель авиакрыло крейсера способно доставить к ней 160 тонн высокоточных боеприпасов кроме того авианосец вертолетами может ставить и тралить мины перевозить технику и десантировать войска октябрь 1992 года после распада Советского Союза Россия лишилась основного судостроительного завода в Николаеве в стране не нашлось средств чтобы заплатить Украине за седьмой атомный крейсер Ульяновск его недостроенный корпус был разрезан прямо на стапеле шестой авианесущий корабль Варяг находившийся в 70% готовности через 8 лет украинские власти продали в Китай на этих редких фотографиях полученных с разведывательного спутника вы можете видеть как на верфи в Дайляне его модернизируют подучебный авианосец китайского флота он стоит покрашен его изучают китайские специалисты там активно работают ряд представителей Николаевского соцсостроительного завода этот корабль оснащен огромным количеством оборудования которое производство России поэтому в одиночку что-либо сделать Украина не сможет и здесь абсолютно точно что без участия российской стороны этот корабль просто останется как памятник и будет стоять у стенки из-за отсутствия финансирования и ремонтной базы в 92-м году были проданы на металлолом в Индию оба вертолета носца Москва и Ленинград через 4 года закончил свой боевой путь на разделочной базе в Южной Корее и крейсер Новороссийска еще два авианесущих корабля нашли свое последнее пристанище также в Китае Киев и Минск стали туристическими аттракционами на базе последнего китайцы сделали музей истории советского флота начинается эта экскурсия с просмотра 20-минутного фильма говорят как они здорово воюют и на какой урон наносят противнику эпизоды из деятельности наших авианосцев полет поиски я сразу понял для чего этот фильм сделан то есть явно видна направленность подготовить население и готовить военно-морской флот Китая к тому что придется им иметь авианосцы их использовать в 2004 году был продан Индии авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза Горшков его модернизация ведется по документации Невского ПКБ на заводе Севмаш в Северодвинске после доработок на корабле будет сплошная полетная палуба с аэрофинишерами и трамплином для взлета и посадки истребителей ВИГ-29Х С продажей Горшкова флагманом российского флота по-прежнему является единственный авианесущий крейсер адмирал Кузнецов Февраль 2008 года В США активно ведутся работы по созданию авианосца 21 века Джаральд Форн Это будет атомный корабль нового класса с истребителями Ф-35 с вертикальной посадкой электромагнитными катапультами и беспилотниками По замыслу Пентагона все 12 авианосцев будут контролировать ключевые районы земного шара Активно развивают авианосные программы и другие страны мира Среди них Англия Франция Италия и Индия Вопрос создания новых авианосцев актуален и для России Ни одна задача на море военного характера в наше время без авиационного обеспечения нерешаема По морской доктрине у нас должны быть авианосцы потому что иначе мы уязвимы будем Должна быть доктрина использования авианосцев или тяжелых авиационных крейсеров этот вопрос также по-прежнему остается нашего военно-морского флота Абюро должно с максимальным качеством и экономичностью спроектировать такой авиамет Но на сегодня у России нет ни одного завода с сухим доком в котором можно было бы востроить корабль водоизмещением более 50 тысяч тонн и длиной 300 метров Не имеется пока для такой работы и соответствующего оборудования Опыт мировой истории учит что в обозримом будущем великой морской державой может считаться только то государство которое имеет в своем составе сбалансированный флот Первое место в нем по праву должно принадлежать авианосцам Ведь не случайно их сравнивают с длинной рукой способной в любой момент покарать потенциального агрессора Но для того чтобы не повторять прошлых ошибок необходимо чаще обращаться к истории Как говорил публицист Виссарион Белинский мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее чтобы оно объяснило нам настоящее и намекнуло о нашем будущем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА